Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы и все те, кому небезразличен проект двигателя Дуйнова. Сегодня я рад сообщить вам, что 1 октября 2019 года проект перейдет на 11 этап финансирования. И настало время подвести промежуточные итоги минувших двух месяцев и вспомнить самые яркие и значимые события. Прежде чем начать возведение проектно-конструкторского бюро, необходимо было подготовить огромное количество документации и преодолеть множество бюрократических барьеров. Итак, договор аренды земли под строительство инновационного центра воеза и технополис Москва официально зарегистрирован в Росреестре. Стало известно, как будет выглядеть основной корпус проектно-конструкторского бюро. Здание будет делиться на две части – административно-бытовую и производственную. Предусмотрено наличие шоурума и конференц-зала. 30 августа представители госстандарта посетили Совалмаш и проверили работу испытательного стенда. Оборудование не вызвало нареканий и получило государственную аттестацию. Теперь все измерения, проводимые на испытательном стенде машин электрических вращающихся, будут официально признаны соответствующими органами и не только. Это позволит Совалмаш сертифицировать собственные двигатели. Приобретены еще несколько единиц современного оборудования. Это третий нагрузочный стенд для испытаний машин электрических вращающихся, а также основания для него. Новое оборудование позволяет тестировать двигатели мощностью до 70 кВт с вращающим моментом до 600 Нм. Это позволит решать задачи, связанные с испытаниями более мощных и крупных двигателей. Доработан собственный контроллер Совалмаш. Первая установочная партия контроллеров, состоящая из 10 экземпляров, находится в производстве. На сегодняшний день мы уже приступили к необходимым тестам. Популярность технологий славянка в России и мире растет, в том числе благодаря разработкам ведущих партнеров с применением двигателей с совмещенными обмотками. В Китае Виктор Арестов испытал Golf Car на солнечных батареях с мотором DA100S и мотоцикл K-Cross. Последнему удалось развить скорость более 100 км в час. В Обнинске Андрей Лобов установил DA90S на автосане и квадроцикл. Двигатели демонстрируют впечатляющую мощность, надежность и не перегреваются в тяжелых условиях массового проката в парке Этномир. Благодаря этому местные власти заинтересовались перспективами использования технологии в рамках проекта «Умный город». 3 августа в столице Код-де-Эвуара, Абиджани, в рамках конференции прошло официальное открытие первого в Африке и второго в мире национального представительства двигателя Дуйнова. 7 сентября подобное событие прошло в Гамбурге и 28 сентября пройдет в Болгарской Софии. Техническая поддержка проекта стала доступна на немецком, французском и английском языках. Запущен официальный сайт Sowelmash на русском языке. Сейчас он продолжает дорабатываться и наполняться. Ресурс будет также переведен на английский и другие иностранные языки. Запущены еженедельные вебинары нового формата, которые ведутся с территории Sowelmash в Зеленограде. В онлайн-эфире принимают участие сотрудники компании, обсуждаются самые актуальные темы проекта. Дневное время проведения выбрано для удобства жителей, удаленных от Москвы регионов. Окончание 10 этапа будет таким же ударным, как и его результаты. 21 сентября состоится самая масштабная международная конференция двигателя Дуйнова. Она пройдет в Конгресс-центре ОСЗ «Технополис Москва» и обещает собрать действительно много участников из разных стран. До конца 10 этапа осталось меньше месяца. Напоминаем инвесторам, что только в данном периоде есть возможность разморозить все свои рассрочки и погасить все пропущенные платежи. И сейчас самое время принять решение о приобретении инвестиционных долей компании. На следующем этапе они будут стоить дороже. Не забудьте сделать репост этого видео, поставить лайк, нажать на колокольчик, вступить в группу ВКонтакте и зарегистрироваться в личном кабинете официального сайта проекта «Двигатели Дуйнова». Желаю вам удачи и до новых встреч!